Что делать с другими показателями, в частности с ростом цен на, прежде всего, на базовые продукты питания? Насчет сахар-песок, сахарный песок. Вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал, внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну а почему цены-то выросли на 71,5%, а подсолнечное масло 23,8%? И продолжает расти. Мука 12,9% выросли, макаронные изделия 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Это то почему? Объяснение-то есть. Есть, конечно. Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые. Посмотрите на эту карту. Это уровень мировой инфляции. Чем темнее красный оттенок, тем выше уровень инфляции в регионе. Вы можете даже увидеть регионы с нулевой инфляцией. Они отмечены синим. Но на самом деле это лицо капитализма и главного его органа – банковской системы. Именно так выглядит современное рабство. Именно с помощью инфляции вас делают рабами капитализма. Рабами, которые вынуждены снова и снова добывать себе постоянно дорожающие продукты и верить, что так и должно быть. Ведь есть такие ученые-экономисты, которые нам объясняют, что такое инфляция и что это нормально, когда цены постоянно растут. И так было и будет всегда. Но нет, так было не всегда. В период с 1933 по 1953 год, не включая период войны, цены на товары в СССР ежегодно снижались. Каждый год правительство опубликовало данные о снижении цен. Каждый советский гражданин знал, что хранить что-то в товарах не имеет никакого смысла, поскольку они будут только дешеветь. И все это происходило в то время, когда во всем мире бушевал финансовый кризис, искусственно созданный в США и перевалившийся в другие страны. Этот кризис в будущем назовут Великой депрессией. Люди теряли работу, теряли жилье, оставались на улице, многие жили в палатках, в городских парках. Но в СССР все было наоборот. Цены снижались, люди были все трудоустроены и обеспечены жильем. Хоть и коммунальным, но все же обеспечены. Вот как об этом говорил Иосиф Сталин, выступая с отчетным докладом на 18 съезде партии 10 марта 1939 года. Вот некоторые цифровые данные, иллюстрирующие кризисное положение промышленности капиталистических стран за последние 5 лет. И движение промышленного подъема в СССР. Из этой таблицы видно, что Советский Союз является единственной страной в мире, которая не знает кризисов, и промышленность, которая все время идет вверх. Вы можете по-разному относиться к Советскому Союзу или к Сталину, но факт остается фактом. Это было единственное государство в мировой истории, в котором цены безостановочно падали, а следовательно инфляция отсутствовала. Но что же такое инфляция? Чему нас учат? С одной стороны, логично, что дефицит товара приводит к росту его стоимости. Но как же тогда получается, что эти цены растут постоянно? Неужели мы живем в условиях постоянного дефицита? Мне слабо в это верится. А может быть это кому-то нужно? Давайте представим себя производителем, ну скажем, пельменей. Ты решил открыть пельменный бизнес, построил цех, собрал все необходимые документы, нанял сотрудников, скорее всего открыл кредитную линию в банке, закупился необходимыми продуктами и начал работать. В процессе изготовления ты пришел к выводу, что стоимость, за которую ты будешь продавать пачку пельменей, составляет 100 рублей. В данную стоимость заложено все. Стоимость продуктов, плата за воду, плата за свет, зарплата сотрудникам, доставка товаров в торговые сети, оплата процентов по кредиту. И так ты в течение года производишь и продаешь пельмени. Но вдруг центральный банк публикует данные по инфляции в стране. И оказывается, что инфляция составляет 5%. Центральный банк считает, что это слишком высоко, и для того, чтобы она не росла, повышает процентную ставку на один базисный пункт. Соответственно, твой банк, в котором у тебя открыта кредитная линия, также выдает тебе следующий кредит уже с повышением ставки на 2%. Узнав это, ты, естественно, пересматриваешь свои расходы и, конечно, включаешь эти траты в стоимость пельменей. И теперь пачка твоих пельменей стоит 101 рубль. Не успел ты все пересчитать, как вдруг наступает 1 июля, и Комитет по тарифам Российской Федерации выпускает обновленные тарифы на электричество и воду. Комитет ссылается на данные по инфляции от Центрального банка за последний год. Таким образом, они повышают тарифы на энергоресурсы на эти же проценты. Ты смотришь на это и понимаешь, что теперь будешь платить больше за свет и воду. То есть трат будет больше. Что ты будешь делать в данной ситуации? Конечно, включаешь эти траты в конечную стоимость твоих продуктов. И теперь твоя пачка пельменей стоит 103 рубля. Через некоторое время ты понимаешь, что цены на бензин выросли на 5% и доставка твоих пельменей стала дороже. И, конечно же, ты включаешь эти расходы также в конечную стоимость пачки пельменей. И теперь они стоят 105 рублей. И тут наступает самое интересное. Центральный банк собирает инфляционные данные и видит, что твои пельмени в начале года стоили 100 рублей, а в конце года стоят 105 рублей. И приходит к выводу, что инфляция в стране составляет 5%. И публикует эти данные. Нужно рассказывать дальше, что происходит после этого. И это продолжается год за годом. Посмотрите на эту схему и определите, кто создает инфляцию. Все просто. Для того, чтобы цены постоянно росли, нужно контролировать три направления. Тарифы на воду и электричество, цены на бензин и процентную ставку Центрального банка. Именно с помощью этих трех инструментов искусственно создается инфляция. Но зачем она нужна? А нужна она для того, чтобы ты работал. Это специально придуманная мотивация для народа. Так в конечном итоге тебе нужно работать все больше и больше и лучше, чтобы закрыть свои потребности. А с другой стороны, это неофициальный налог, который ты платишь. Лауреат Нобелевской премии по экономике 1976 года Милтон Фридман однажды сказал, «Инфляция – одна из форм налогообложения, не нуждающаяся в законодательном одобрении». То есть обесценивание денег позволяет тебя обокраивать. Для этого также используется инструмент увеличения денежной массы за счет выдачи необеспеченных денег в кредит. Об этом я подробно рассказывал в своем предыдущем ролике. Переходи по ссылке. Таким образом, когда для тебя публикуется уровень инфляции, ты можешь видеть, насколько тебя обворовали по сравнению с предыдущим годом. Хотя в правдивости этих данных многие экономисты сомневаются, считая их значительно заниженными. Конечно же, потребители тратят уйму денег. Спросите у любого мужчины, он вам скажет, сколько тратит его жена. Но никто из них не создает инфляцию. Просто потому, что ни у бизнесменов, ни у профсоюзов, ни у домохозяек нет печатного станка, на котором они могут напечатать зеленые бумажки, которые мы называем долларами. Только Вашингтон имеет такой печатный станок. Следовательно, только Вашингтон и создает инфляцию. Вашингтон 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 Продолжение следует...